Поле битвы Алеппо. Сирийская армия отбила у боевиков стратегически важную высоту Тель-Базу. Это южная часть города. Войска планомерно притворяют жизнь план Дамаска окружить группировку боевиков в так называемом квартале 1070, где они собирали силы во время гуманитарной паузы. Приказ у военных простой захватить или уничтожить. Боевики неспроста облюбовали южный пригород Алеппо. Там было относительно спокойно, так что никто не мешал полевым командирам скопить достаточно сил для атаки на восточную часть города. Они упорно пытаются прорваться туда к окруженным соратникам. Но Дамаск в итоге разгадал китроумные замыселы ГИЛ. В район стянули тяжелую бронетехнику. И вот сейчас армейцы равняют с землей позиции экстремистов. Конечно, победа в Тель-Базу далась дорогой ценой. Войска понесли большие потери. Но главная задача выполнена. Силы террористов рассеянные, разрозненные отряды отступают вглубь долины. Вырытые с таким трудом окопы, траншеи и доты во все обживают бойцы правительственных сил. Чтобы лучше понять, как обстоят дела на южном фланге фронта под Алеппо, стоит взглянуть на карту. Вот именно здесь, на юго-западе Алеппо, сейчас идут самые ожесточенные бои. Передовая оказалась в двух шагах от комплекса зданий военной академии. Сейчас училища уже перешли под контроль сирийской армии. Теперь бандитов выдавили с территории батальона сил ПВО. Это чуть южнее академии. Там боевики потеряли убитыми аж 30 человек. Военные захватили несколько джихад-мобилей с пулеметами. Что же дальше? Дамаск поставил задачу развивать наступление и захватить так называемый квартал 1070. Это жилой район с плотной застройкой. Он-то играл роль своеобразного хаба, где боевики собирали силы для главного удара. Армия уже начала выдвигаться в этом направлении. Сейчас бой идет за высоту Эль-Хикма. Это недалеко от уже занятой Тель-Базу. Войско активно поддерживает артиллерия и авиация. Террористы и оппозиция, конечно, попытались использовать гуманитарную паузу в своих целях, чтобы отдохнуть и перегруппироваться. Но передышка кончилась. В российском МИДе довольно жестко заявили, что условий для новой гуманитарной паузы нет. Гуманитарная пауза закончилась в субботу. Для того, чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок. Не произошло того, что требовалось за прошедшие три дня. Поэтому сейчас вопрос о возобновлении гуманитарной паузы не актуален. Напомню, что гумпауза в Алеппо началась 18 октября. Войска отошли от города. Наши летчики прекратили наносить удары. Но боевики продолжили стрелять. И это была плохая идея. Скорее всего, до следующего затишья многие уже не доживут. Кстати, всплыла и любопытная информация о планах ЦРУ поставлять так называемой оппозиции оружие. Оружие. Вашингтон пост написала, что янки планировали поставлять в Сирию пазырка для борьбы с нашими самолетами. Но, правда, дальше обсуждения этой идеи дело не пошло. Но известно, что глава ЦРУ Бренна и глава Пентагона Картер не забыли о ней.